Если провести опрос среди тех, кому довелось сидеть за баранкой советских грузовиков, какой из них имел самую лучшую проходимость, вы наверняка получите однозначный ответ – ЗИЛ-131. Все, кто знает о нем не понаслышке, сходятся во мнении, что несмотря на сравнительно небольшую мощность в 150 лошадиных сил, в условиях бездорожья ЗИЛ мог дать фору любому. Кстати, вес самого грузовика нельзя назвать маленьким – 6 тонн. Казалось бы, это скорее минус при небольшой мощности, но это только так кажется. В некоторых ситуациях это наоборот большой плюс. ЗИЛ-131 легко справляется, например, с карьерной глиной, причем как в натяг, так и с разгона. Недостаток лошадиных сил компенсируется хорошим крутящим моментом на разных моторах по-разному, но в среднем такой крутящий момент достигается примерно при 1-2 тысячах оборотов. Впрочем, чему удивляться, машину-то делали по специальному военному заказу. Отсюда и отменное качество, продуманность и проработанность всех узлов и деталей. У грузовика нет блокировок, но его колесная формула с ведущими мостами в совокупности с зубастыми шинами этот недостаток компенсирует. Задние мосты у ЗИЛа постоянные, а передние можно подключить при необходимости. Про подвеску же необходимо упомянуть отдельно и развернуто. Есть в Америке любители погонять по бездорожью, их даже называют специальным термином – джиперы. Как у любого движения, у них есть свой сленг и в нем встречается термин «флекс». Если сказать по-нашему, это ход подвески, от хода «флекса» напрямую зависит крутизна внедорожника. Чем «флекс» больше, тем машина круче. А у нашего обычного ЗИЛ-131 без всяких наворотов, ход подвески такой, что большая часть американских внедорожников нервно курят в сторонке. Конечно, не бывает плюсов без минусов. И главный минус легендарного 131-го – это его расход топлива – 50 литров на 100 километров. По нынешним временам это не шутка. Но когда делали ЗИЛ-131, цена топлива – это было последнее, о чем думали. Стоила горючка копейки, и для нужд страны ее не жалели. Больше думали о качестве и характеристиках двигателя. А с этим у ЗИЛа все отлично. ЗИЛ-131 был испытан в самых разнообразных тяжелых условиях. Многие технические решения до сих пор используются в автомобильстроении. Автомобиль действительно легендарный. Впрочем, если вы работали на ЗИЛ-131, и вам есть что возразить или добавить, пожалуйста, делитесь этим в комментариях.